Добрый вечер! Вы смотрите C-Bonds Weekly News. Мои коллеги и я, Анатолий Кузьмин, познакомим вас с главными событиями финансовых рынков. Вначале коротко о некоторых темах этого выпуска. Инвестфанс форум в Петербурге. Куда указывает компас коллективных инвестиций? После двухлетнего перерыва возобновлена публикация рэнкинга управляющих компанией от Эксперт РА. Дефолты в ВДО. Есть ли свет в конце тоннеля? Интервью C-Bonds. Мнение экспертов по самым горячим темам. Теперь об этих и других новостях более подробно. 25 и 26 мая C-Bonds провел в Санкт-Петербурге 15-й Инвестфанс форум. Одно из крупнейших в России независимых мероприятий для институциональных инвесторов. В этом году конференция побила очередной рекорд. На нее зарегистрировалось свыше 470 участников, среди которых представители управляющих компаний и брокеров, негосударственных пенсионных фондов и страховых компаний, а также имитенты и андерайтеры. Главные темы для обсуждения ключевые тренды рынка коллективных инвестиций, перспективы и риски отрасли, а также актуальные инвестидеи. Эксперты были единодушны в том, что индустрия не только успешно справляется со всеми вызовами, но и является катализатором развития экономики в целом. Поевые инвестиционные фонды, страховые компании, негосударственные пенсионные фонды, главные столпы рынка коллективных инвестиций. В каждом сегменте есть свои достижения, свои болевые точки и риски. Однако, уверены аналитики, именно коллективный формат капиталовложений для инвестора является более защищенным, чем самостоятельное инвестирование. Инвестиции, они так или иначе сопряжены с рисками и возможностями доходности. Но я считаю, что риски в коллективных инвестициях, они меньше, чем риски на свой персональный счет. Почему? Потому что, ну, когда это делает профессиональный управляющий, он следует деленным правилам на основе своего опыта. Важный драйвер развития рынка – программа долгосрочных сбережений, которая, если и не преобразила индустрию коллективных инвестиций, то уж точно задала векторы для ее эволюции. В том числе, а возможно и прежде всего, для негосударственных пенсионных фондов. Пенсионные фонды теперь – это не только пенсия, но и инвестиции. В этом году мы будем этот тренд развивать, в этом году мы запустились по программе долгосрочных сбережений. На сегодняшний день более 20 пенсионных фондов, к 30 приближаются уже, вошли в программу. Мы ожидаем, что к середине года практически все фонды будут в программе. По традиции, на одной секции форума слово предоставили эмитентам, которые рассказали о своем опыте работы на фондовом рынке. Еще один обязательный пункт в программе – панельная дискуссия макроаналитиков, которые поделились прогнозами по основным экономическим метрикам на ближайшие два года. Презентации, доклады спикеров и фотоотчет с форума, в том числе с церемонией награждения премии InvestFans Awards, уже доступны на сайте C-Bonds Congress. Ссылки в описании к этому видео. Продолжим тему коллективных инвестиций. Эксперт РА после двухлетнего перерыва возобновил практику составления рэнкинга крупнейших российских управляющих компаний. Агентство планирует в дальнейшем публиковать их как минимум два раза в год. А если спрос будет достаточно высоким, то такие рэнкинги даже могут стать ежеквартальными. Кроме того, одной из площадок для регулярных публикаций может стать сайт InvestFans – один из крупнейших агрегаторов данных по рынку, коллективных инвестиций и не только. По данным эксперт РА, на конец прошлого года объем активов, находящихся в управлении участников рэнкинга, превысил 6 триллионов рублей, показав за два года рост более чем на 40%. Рынок вырос преимущественно за счет сегмента закрытых паевых фондов. Впрочем, интерес частных инвесторов к розничным пифам, открытым и биржевым, также более чем очевиден. Здесь зафиксирован семикратный рост по притоку капитала. К нам присоединяется генеральный директор эксперт бизнес-решения Павел Митрофанов. Павел, добрый вечер. Добрый вечер, Анатолий. На InvestFans в форуме вы презентовали возобновление публикации рэнкинга УК, но мы обратили внимание, что в него вошло лишь около трети управляющих компаний, представленных на рынке. Насколько же тогда этот рэнкинг актуален по отношению к рынку? Вы знаете, говоря о репрезентативности, мне кажется, мы должны определиться, кто нужен, что понимать под рынком, ну и после этого говорить, достаточно или недостаточно. Наш рынок, ну вот около 21 триллиона рублей по статистике ЦБ, это в значительной степени рынок закрытых фондов. Часть информации о закрытых фондах мы и раньше никогда не знали, и сейчас никогда не узнаем, потому что эти управляющие компании ничего о себе не раскрывают. Наш опыт составления рэнкинга в недавнем прошлом говорил о том, что важно охватить ту часть рынка, которая готова раскрыться. В этом смысле вот эти 29 смельчаков, которые после перерыва вошли в эту работу, это значительная, пусть и в общем объеме всего чуть меньше третья рынка, значительная часть рынка, значительная часть тех, кто важен для какого-то бенчмаркинга другим игрокам рынка и, собственно, тех, на кого нужно ориентироваться. На инвестфанс форуме после того, как я рассказал об этой нашей инициативе, сразу несколько компаний подошли из серии попытаться запрыгнуть в последний вагон. Я думаю, что вместо последнего вагона просто будет следующая волна составления рэнкинга по итогам полугодия. Ну и, наконец, к следующему году, к весне, когда будет возможность снова составить полноценный годовой рэнк, мы увидим весь, ну так в кавычках, живой рынок во всей красе. Конечно, мы не увидим там каких-то очень крупных фондов с какими-то очень такими непубличными активами, но все то, что по-настоящему влияет на конкуренцию в рынке, я думаю, что мы совершенно точно соберем, потому что игроки отнеслись к появлению и возобновлению этого инструмента очень позитивно. Дефолты по ценным долговым бумагам приобретают все более затяжной характер, обращают внимание аналитики. В то время как защитники прав владельцев облигаций заявляют, что продолжают бороться за интересы инвесторов в судах, сами держатели бумаг считают, что судьба их инвестиций остается крайне неопределенной. Как развивается в этом смысле ситуация среди облигаций сегмента ВДО, главного, так скажем, поставщика дефолтов на долговом рынке, мы попросили рассказать Артема Иванова, руководителя отдела по работе с инвесторами компании Юнисервис Капитал. Артем, добрый вечер, и вам слово. Добрый вечер, Анатолий. Мы с определенной и только мне понятной периодичностью постоянно мониторим ситуацию с дефолтами, допущенными на рынке ВДО в период с 2020 по текущий момент. Это всего 14 кейсов. На этой шкале наиболее, скажем так, ответственный момент, считаем момент конкурсного производства, потому что на этом этапе выявляется и реализуется имущество должника, которое может послужить собственным источником покрытия убытков инвесторов. На этом этапе сейчас находятся 4 кейса. Это ИТК-Оптима, Каскад, Дядя Дионер и Глафторг. Реальные результаты, то есть обнаруженные и реализуемые потихоньку имущества, есть пока только в одном кейсе, это Дядя Дионер. Будем надеяться, в остальных оно также появится. Но важная оговорка, к сожалению, это пока еще не гарантия, что будет какое-то покрытие, но, по крайней мере, такой лучик надежды для инвестора. Собственно, инвесторы интересуются, почему же так долго? Почему же вся эта процедура занимает столько времени? Ну, наверное, две причины стоит привести в качестве основных. Первая – это то, что представители владельцев облигаций, в отличие от банков, не имеют возможности сразу подавать на банкротство и обязаны прослуживать в суде первой инстанции долг. Соответственно, это удлиняет процедуру на 6 и более месяцев в целом. Что касается действий либо бездействий ПВО? Ну, в 14 рассматриваемых нами кейсов откровенное бездействие допускает только компания «Альянс Фининвест» в выпуске главторга, но там функции представителей владельцев облигаций на себя взял НРД. В остальных случаях ПВО действует, все усилия предпринимают, так что какая-то хотя бы гипотетическая возможность что-то получить, она сохраняется. Что однозначно стоит понимать любому инвестору? То, что процедура банкротства – это длительная история, два и более лет, и что реально быстрое возмещение убытков возможно только при наличии доброй воли у эмитента в первый период после допущения дефолта, то есть в рамках предложенной реструктуризации. А что касается получения покрытия в рамках банкротства, так называемой рекавери, то это однозначно блюдо, которое едят холодным и только в том случае, если получится его в принципе приготовить. Сибонс ТВ продолжает публикацию полезных интервью с представителями различных компаний и эмитентов. Уже доступно к просмотру интервью с президентом ФПК «Гарант Инвест» Алексеем Панфиловым. Главными темами диалога стали современные реалии на рынке коммерческой недвижимости. Дефицит складской недвижимости в России, риски в отрасли. Кроме того, Алексей Панфилов рассказал о стратегии «Гарант Инвеста» по трансформации фондирования и о планах компании по выходу на IPO. На сегодняшний день это уже 72% у нас в портфеле это кредиты и 28% это облигации. И мы продолжаем эту работу и доведем достаточно, я думаю, в ближайшее время 50 на 50, 50% деньги кредитные, 50% деньги облигаций. Также гостями интервью Сибонс стали директор по связям с инвесторами компании «Позитив Технологис» Юрий Мариничев, управляющий партнер компании «Инсайт Рич» Виктор Дроздов, основатель «Парус Ассет Менеджмент» Денис Степанов и управляющий директор ООО «РСХБ» управления активами Кирилл Копилович. Ссылки на интервью, которые уже доступны к просмотру, вы найдете в описании к этому выпуску. За анонсами выхода остальных следите в телеграм-каналах «Сибонс» и «Инвестфанс». В завершении выпуска наш традиционный дайджест актуальных облигационных размещений. Откроет обзор сравнительно небольшая лизинговая компания с юга России «Соби Лизинг». Сегодня началось размещение ее очередного выпуска бандов, на этот раз четырехлетних, объемом 300 миллионов рублей. Ставка установлена на уровне 19 и 25 процентов годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Длительность первого купона составит 90 дней, затем купоны станут ежемесячными. Предусмотрена амортизация и возможность досрочного погашения по усмотрению митента. На следующей неделе проведет сбор заявок на пятилетние облигации объемом от 200 миллионов долларов с расчетами в рублях компания «ФосАгро». Ориентир ставки не выше 6,5 процентов годовых. Купоны квартальные. Номинал одной облигации – 100 долларов. Еще один долларовый выпуск с расчетами в рублях инвесторам на следующей неделе предложит компания «Русал». Заявленный объем не менее 100 миллионов долларов. Срок обращения – 3 года. Ориентир ставки ежеквартальных купонов от 8 до 8,25 процентов годовых. По выпуску будет предоставлено обеспечение в форме внешних публичных безотзывных оферт от операционных компаний группы. Примечательно, что в последнее время имитент выходил на публичный долговой рынок в основном с юаневыми бандами и одним номинированным в Дирхамах. Также на следующей неделе планируют провести сбор заявок и девелопер торговый дом РКС. На этот раз имитент выходит на публичный долговой рынок с трехлетним займом объемом не более 1 миллиарда рублей. Ориентир ставки не выше 19 процентов годовых. Купоны квартальные. По выпуску предусмотрено поручительство от головной компании. И это все новости на сегодня. А чтобы не пропустить анонсы предстоящей конференции, онлайн-семинаров и новых выпусков Сибонс Выклей, не забудьте подписаться на наш канал, а также на телеграм-канал Сибонс. Я же прощаюсь с вами. До встречи в следующих выпусках. Субтитры создавал DimaTorzok